МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести. Хакасия. События недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Хакасия на Олимпийских играх в Сочи. Наш корреспондент Анна Ахпашева о впечатлениях от первых дней главных спортивных игр. Один телевизор на всю Хакасию и нигде-нибудь в городе, а в небольшой деревне. Ровно столько было телевизионных приемников в области, когда начиналось телевидение. Теперь ГТРК Хакасия 55 лет. 20 тысяч дней службы. Красивые или так называемые блатные номера можно будет покупать. В Думе над этим думают, а пока определенные комбинации цифр и букв определяются методом рулетки. То ли еще будет. Еще до появления графы за капремонт в поселке Колодезный уже платят по 6 тысяч рублей в месяц за двухкомнатную квартиру. Даже балконы в нашу общую площадь, даже подвальные помещения, все входит в нашу общую площадь, за которую мы должны платить зимой отопление. Стартовали жаркие зимние твои Олимпийские игры в Сочи. Главное событие не только недели, но и сегодняшних дней и по 23 февраля включительно. От Хакасии на этом празднике тоже немало представителей, в основном в качестве болельщиков. Присутствует в Сочи и наш корреспондент Анна Ахпашева. Она прибыла туда заранее, чтобы без суеты разместиться и присмотреться. И уже зарядилась первыми впечатлениями, которыми готова поделиться и с нами в телефонном режиме. Анна, с добрым утром. Чем уже удалось стать свидетелем? Чему уже удалось стать свидетелем и что произвело наибольшее впечатление? Соревнования по фигурному катанию, то есть вот эта атмосфера непередаваемая. Сам объект глобальный, Евгений Плющенко и Татьяна Волосожар, Максим Драньков. Вот описать этой атмосферой, которая была на стадионе, я не знаю, вот один раз в жизни побывать на таком, 12 тысяч трибуны практически заполнены. Насколько много присутствующих и как комфортно? Подтверждается та информация, которая была озвучена, что игры будут в шаговой доступности. До Олимпийского парка на «Ласточке», которая сейчас стала бесплатной не только для участников, гостей, волонтеров, для всех жителей, просто отменили билеты как таковые. И все люди путешествуют бесплатно. Так вот, от нашего места, от ЖД-вокзала, от так называемого транспортного узла до Олимпийского парка всего не больше 20 минут. При этом ты едешь, смотришь и на море, и на горы. Как погода? Есть ли доля правды в той шутке, что проводить зимнюю Олимпиаду в тропиках – это чисто по-русски, такой российский авантюризм? Года очень разная. Каждое утро мы встаем, голубое небо. Из окна видно море. Очень далеко, конечно. А горы тут же, с другой стороны, затянуты облаками. Там идет снег, там достаточно морозно. Но, в принципе, температура последние дни держится около нуля. Поэтому для нас достаточно комфортно. Как Хакасия представлена на Олимпиаде? Там должен быть специальный павильон. С кем-то встретились из земляков? Хакасия представлена в числе 12 субъектов Сибири. Выставлена вот в большом-большом павильоне, где все вообще федеральные округа. Регионы постарались какую-то свою изюминку. Вот, например, Челябинская область привезла Чебаркульский теорит. Якутия раздает алмазы карамельные. То есть, наша Сибирь, конечно, Хакасия, прежде всего, это этника. И выставлены телевизор, экран с большим фильмом, красивым о нашей республике. Я думаю, что кто подойдет, будет заинтересован. Ну и там же, понятно, рядом с нашим стендом мы встретились с девушками, которые представляют нашу республику. Все мы знакомы, все порадовались. Анна, спасибо. И почаще вам за время пребывания в Сочи становиться свидетелями того, как наши спортсмены будут подниматься на пьедестал. Туристов на Олимпиаде ожидается около полутора миллионов человек, не считая волонтеров и большой армии командированных для охраны порядка полицейских. Это, собственно, кроме самих спортсменов и тренерского штаба. А телеаудитория игры составит примерно 3 миллиарда зрителей. Все это общее количество соответствует одной из составляющей официального слогана Олимпиады – «Жаркие, зимние, твои». «Твои», как объяснили организаторы, означает сокращение расстояний и сопричастность болельщиков к событию. Потому что, короче говоря, «твои». Хочешь, не хочешь, ты подписан и не пытайся соскочить. Кстати, в Альбервилле в 1992-м обошлись без слогана. А 4 года назад в Ванкувере игры прошли под девизом «Спылающими сердцами». В 2006-м в Турине говорили «Здесь живет страсть». В Солт-Лейк-Сити в 2002-м звучал какой-то опасный призыв «Зажги огонь внутри». Тема социальной нормы на электроэнергию получила бурное обсуждение по всей стране. Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о том, что регионы вправе сами решать, нужна им норма или нет. Ряд губернаторов не применули этим воспользоваться и практически сразу объявили об отмене энергопайка. У нас размер социальной нормы должен быть принят в марте. Однако республиканские чиновники до сих пор не знают, какой она будет и будет ли введена вообще. В Госкомитете по тарифам сообщили, что им не поступало официальных документов из Москвы. Поэтому они продолжают разрабатывать норматив энергопайка. К марту должны быть готовы все цифры и объявлять заранее, сколько киловатт-часов по льготной цене будет положено одному человеку, специалисты не хотят. Но уверяют, отказывать себе в лишней лампочке или еще одном телевизоре не придется. Соцнорма будет адекватной. Она, как я уже сказал, считается от фактического потребления конкретных жителей. Поэтому, естественно, количество в эту выборку берется достаточно большое, 10 тысяч человек. И соцнорма не должна быть намного ниже, чем потребляет средний, среднестатистический житель. Пока известно лишь, каким будет тариф на свет в случае введения соцнормы. Рубль 18 для владельцев электроплит и рубль 68 для жителей газифицированных домов. Каждый киловатт-час сверх нормы будет дороже на 33,47 копеек соответственно. Эти цены будут действовать с 1 июля лишь в случае введения энергопайка. И хотя это не 4 рубля за киловатт-час, как предполагалось ранее, тем не менее против соцнормы выступил Верховный Совет. Депутаты волнуются не только за население, но и за бюджет. Раз электричество подорожает, то и платить малоимущим в качестве субсидий за квартплату придется больше. Мы на сегодняшний день тратим без всякой социальной нормы, коллеги, 532 миллиона рублей в год с бюджета республики. А если эта социальная норма ведется, это-то ведь резко подскочит, и тогда мы будем доплачивать с бюджета-то еще больше. Вот что вопрос. Ряд губернаторов уже поспешили объявить, что соцнорма им не нужна. В Хакасии ситуация сложнее. Цены на электроэнергию регулируются договором последней мили, и в случае его отмены вырастут цены для рядовых потребителей, и придется вводить соцнорму. При этом станет легче алюминиевым заводам, которые сейчас берут на себя часть рыночной стоимости света, за счет чего он дешевле для населения. Платить дальше за жителей республики металлургам невыгодно. Глава «Русала» Олег Дерипаско даже заявил, что из-за высоких затрат на электричество есть риск закрытия заводов в Хакасии и Новокузнецке. Не случайно во время последней встречи в правительстве России Виктор Зимин поставил вопрос об особых тарифах для крупных потребителей Хакасии. «Казалось бы, она просто последняя миля. Наш партнер платит. Платит Русал. Русал – наше предприятие. Но это то же самое, что мы из своего кармана. Разницы нет, что Русал заплатил, что республика заплатила за свое население. Это не льгота. Русал выплатил эту разницу. Он уменьшил прибыль, уменьшил на нам и налоги. В то же время также объяснял, ну, переложите вы это на плечи Росгидро. То же самое мы получим. Наш партнер уменьшит долю отчисления нам в бюджет. Это не решение вопроса». Кроме того, республике, возможно, удастся добиться продления договора последней мили не до 2017 года, а как минимум еще на 10 лет. Глава Хакасии получил принципиальное согласие Федерального центра на то, что Хакасия имеет право на особые энерготарифы. Соответствующие изменения будут внесены в федеральное законодательство до конца года, чтобы уже в следующем республика четко знала, на какие льготы она может рассчитывать. Что касается тарифов на электроэнергию, то даже в случае окончательной отмены соцнормы они вырастут с 1 июля в рамках традиционного повышения цен на коммунальные услуги. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. Сколько нужно будет платить за ремонт жилья, когда такая графа появится в расчетках за коммунальные услуги? Об этом с ужасом думают жители в поселке Колодезном. Там уже сейчас эта сумма за квадратный метр одна из самых высоких в республике. Например, в одном из общежитий за двухкомнатную отдают по 6 тысяч рублей в месяц. Впрочем, может быть и ничего не придется платить. Обслуживать разрушающееся здание коммунальные службы отказались. От нас ЖКХ отказалось совсем и вообще никому не нужны. Выведев съемочную группу, каждый житель дома номер 5 в микрорайоне поселка Колодезный своим долгом посчитал поделиться навалевшим. Тем более проблем действительно много. Одни из самых острых – коммунальные. Кому не обратись, и к электрикам, и к инженерам ходил. Вот надо сделать то, то. Это не наше дело. Сейчас нанимайте, сейчас все наемное. Нанимайте электриков, платите, и они нам все сделают. Мы же платим за электрику, мы же платим ЖКХ за здание, за это все платим. Так будьте добры и обеспечьте нас порядком. Порядка в общежитии нет с того момента, как хозяин здания, курорт озера Шира, разделил недвижимость на доли и распродал всем желающим. И только тогда новые владельцы квадратных метров оценили условия сделки. У нас, например, 24 квадратных метра территории. А приписано там 47 квадратов. Вот откуда у нас 47 квадратов, например, взяли эти. Мы платим за 47 квадратов 3,5 тысячи. Хотя там, в принципе, нет этих 47 квадратов. Откуда взялись? Собственность в общежитии долевая. Принадлежат нынешним владельцам и огромные холлы, где некогда собирались жильцы общежития посмотреть телевизор, и пустующая пристройка, где раньше была пекарня, прачечная. За эти комнаты Наталья Кононова зимой ежемесячно платит 6,5 тысяч. Для сравнения, в городе в пределах трех. Мы недовольны, что нас взимает очень много за отопление, которого фактически нету в коридорах, на лестничных маршах. Там входят даже балконы в нашу общую площадь, даже подвальные помещения. Все входит в нашу общую площадь, за которую мы должны платить зимой за отопление. Площади огромные, пустующие, полуразрушенные. Доступ к пятому этажу так вообще перекрыт. В свое время его приобрел Хакасский госуниверситет. Бросил, имущество разрушается. А ведь и его необходимо содержать в нормальном состоянии. ДЦЖ мы пробовали создать. Бесполезно. Живет человек там несколько, здание большое. Платить мы не можем, собрать людей деньги не будем, если они по всем городам и весям живут. Мы не можем собрать эти деньги. Налоги растут, там что-то, ЦЖ же орган какой-то, мы должны платить. Мы поэтому быстро в суд подали, как бы это все расформировали. Потому что на такое количество людей мы не могли содержать это здание. Платить надо туда, платить сюда. А что, из чего мы будем платить, если 20 человек, вот это то, что практически живет, практически вот эти только люди и оплачивают, можно сказать. И всего лишь. Ну вот, помощь нужна нам. За помощью не раз обращались жильцы в поселковую администрацию. Год назад местные власти объявили конкурс на управляющую компанию. Но даже обслуживать дом в таком состоянии нерентабельно. Четыре раза в год мы проводим, все, никто не приходит, не подает заявочки, все. Администрация Цельсовета со своим, как говорится, нищим бюджетом, что может сделать администрация? Администрация ничего не сделает. Потому что в капитальном ремонте теперь будут сами собственники жилья заинтересованы. И они должны, значит, создать свой фонд на ремонт капитальный и вкладывать туда деньги. И сами решать, что им ремонтировать в первую очередь. Потому что государство вообще теперь будет, пока они не наберут определенную сумму, этот же процент и прочее, на ремонт, что им требуется. Все, значит, ремонтировать не будут. Похоже, спасение утопающих опять дело самих утопающих. Придется барахтаться, чтобы выплыть. И первый шаг советуют специалисты Росреестра – изменить форму собственности. В этом случае все собственники принимают решение, заключают соглашение о прекращении долевой собственности и определению каждому свою комнату. И также прекращается долевое, уже из одной второй или из одной сотой у него получается комната номер 10. И уже конкретно у него будет свидетельство о регистрации комнаты номер 10, квадратов 13. Главное условие – оповестить всех, чтобы каждый написал заявление. Но как это сделать, когда большинство владельцев квадратных метров не живут в доме? К ужасу сегодняшних жильцов ситуация безвыходная. Возможно, людям придется наблюдать за тем, как разрушается их дом. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Твести Хакасия», события недели. На этой неделе в субботу, 8 февраля, день рождения телевидения Хакасии. Основоположник которого – наша гостель радиокомпания. В 1959 году впервые Абаканский телецентр, так тогда именовалось ГТРК, вышел в эфир. По телевизору, а в области тогда был один-единственный телевизор у Василия Федосова в селе Оросительном, показали художественный фильм «Дело было в Пенькове». С того времени прошло 55 лет, 20 тысяч дней. Программа разнообразилась местными передачами и информационными выпусками. Сейчас это основной продукт ГТРК. Я предлагаю Вашему вниманию небольшой отрывок из телевизионного рассказа Олеси Калиниченко, посвященного юбилею и вышедшему в эфир в день рождения гостель радиокомпании. 1 февраля – день рождения телевидения Хакасии. В 1959 году Абаканский телецентр впервые вышел в эфир. По телевизору показали художественный фильм «Дело было в Пенькове». С того времени прошло 55 лет, это 20 тысяч дней в эфире. За это время мы уже успели столько показать и сколько еще покажем. «Дело было в Пенькове» «Дело было в пенькове» «Доброе утро!» «Как настроение?» «Отличное! Уже 24 года хожу на любимую свою работу и всегда в отличном настроении». Почему? Потому что у телевидения есть такое классное свойство всегда оставаться молодым. По правде говоря, первыми на студию приходят не корреспонденты и операторы, первыми приходят техники или по-другому выпускающие инженеры. Для них телевидение – это не только то, что показывают в эфире, это не творчество, это сложная, дорогая, во всех смыслах техника. Одним словом, выпускающие инженеры – серьезные люди. Вы только не забудьте эту пометку сделать, что я в самодеятельности не участвую, я серьезно говорю. Чтобы техникам было, чтобы упускать в эфир, каждый день на работу приходят корреспонденты, операторы, режиссеры, монтажеры, редакторы и водители. Это команда «Вести Хакасия». Вместе мы делаем новости. «Вести» здравствуйте. Каждый день для корреспондента начинается одинаково. Это поиск новостей. Иногда они находятся легко. Ежедневно на нашу почту приходят десятки электронных писем с приглашением снять то или иное событие. Но, как правило, самые интересные новости, и тем более эксклюзивные, добываются старым дедовским способом – при помощи телефона. Просто есть мысли. Не то, что я буду снимать. Раньше были, что я буду снимать. Сейчас уже, в принципе, знаю, что снимать и темы, и всякие есть. Единственное, что думаешь, а как я это сделаю? Вот как, чтобы не повториться, чтобы это не было… Хотя зачастую все равно приходится каким-то образом повторяться. Вот это да, как я буду? Вот это, когда просыпаешься раз пять-шесть за ночь. Ну, правда. Мало самого зла берет. Ну, 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 поехал там и сделал. А вот. Бывало ли тебе на съемках по-настоящему страшно? Если где-то там, например, авария, где-то как-то, люди оттуда убегают, нам надо, наоборот, туда бежать. И вот эти вот собаки, которые, господи, у Стебакани там были, в Черногорске, ну, что бы я бы пошел бы нормальный человек туда среди этих собак шарится. Так об этом же надо рассказать. А если ты туда не будешь, как ты расскажешь? Корреспонденты программы «Вести Хакасия» универсальны. Каждый в любую минуту готов поехать на встречу с Путиным, в детский сад на утренник или в рейд с полицией. Региональные журналисты всеядны. Приходится быть всеядным, потому что, ну, не такое большое количество журналистов у нас, да, вот, даже чисто технически. А вообще, естественно, имеет значение, какую тему снимать. Есть тему, которое я просто обожаю снимать, мне очень нравится культура, сельское хозяйство, образование. Юль, на что ты готова ради хорошего кадра, ради хорошего стендапа? Ну, на многое, наверное, готово. Вот, когда мы делали материал на Москву о крещении, который проходит у нас около Никольской церкви, значит, мне нужно было сделать стендап, вот, окунаясь вот в эту самую прорубь. Я это сделала несколько раз, пришлось повторять, потому что люди, обязательно, увидев камеру, им хочется обязательно передать привет маме или что-нибудь там показать, и стендап приходилось переписывать, ну, наверное, раза четыре. Получить выброс адреналина можно и не выезжая на съемки, не прыгая в прорубь. Для этого необходимо стать ведущим программы и выйти в прямой эфир. Там побывал практически каждый из наших корреспондентов. Часть из них переквалифицировалась в ведущих. Прямой эфир, он действительно, это такой стресс. Я, когда себя готовила к первому эфиру, я себе представляла, ну, в принципе, я для себя придумала, что это сцена. Надо представить, что за видеокамерой есть люди, есть зрители, которые тебя смотрят. Наша телекомпания – единственная в республике, выпускающая новости и тематические программы на хакасском языке. Редакция национального вещания начала свою работу в 1961 году. Новости на хакасском языке выходят три раза в день. Сегодня найти человека для интервью, говорящего на родном языке, всё сложнее. Поэтому наши коллеги не просто делают новости и снимают художественные программы. Они – хранители хакасского языка. У нас в хакасском языке четыре диалекта, и в каждом населённом пункте есть свой богар. Есть в Ширинском районе, в селе Марчалгас, бабушка русская. Её зовут Нина Павловна Дорохова. В детстве она играла с хакасскими ребятишками и в совершенстве знает хакасский язык. Но сегодня ей более 70 лет, и в деревне этой уже ей не с кем общаться на хакасском языке. И она говорит, что только хакасское телевидение ей помогает сегодня не забывать хакасский язык. Каким бы ни был сюжет, информационным или рекламным, ты не сделаешь его без талантливого оператора. Влад, мне кажется, что на съёмках журналисты часто ведут себя так, как будто они самые главные. Вот как считаешь, всё-таки оператор или журналист на съёмках главнее? Оба-оба они главные. Как бы тут тяжело. Операторы тоже часто мешают журналистам работать. Ну и журналисты тоже мешают операторам. Возникало у тебя желание когда-нибудь стукнуть корреспондента микрофона? Я время от времени это делаю или как-то дёргаю этот микрофон. Все трудности подготовки новостей к эфиру меркнут перед тем, как работали наши предшественники. В самых первых информационных выпусках вообще просто показывали фотографии, а диктор начитывал информацию. Затем новости стали снимать на киноплёнку, после появились кассеты. Сегодня вся информация записывается на цифровой носитель. Валерий Аклевич Иншин прошёл путь от корреспондента газеты до зампредседателя по телевидению и главного редактора новостей. Застал практически все способы передачи новостей в эфир. В кадре сидела потрясающая красота Тамара Бронер, диктор, а новости закрывались мгновенными фотографиями, потому что кинопроизводства такого не было. Когда вы были главным редактором, ну и вообще начинали свою карьеру в журналистике, что было главным в новостях? Да вы знаете, критерии не изменились. Та же самая оперативность, объективность. Что делать для того, чтобы зритель посмотрел новости от и до? Ну, прежде всего, наверное, это интересный такой забойный анонс, который привлечёт зрителя и не даст ему возможности просто переключиться на другой канал. Необходимо учитывать и следующее, что канал наш федеральный, и мы должны работать в классическом жанре новостей, поддерживать тренд нашего канала. Ближе к вечеру самым востребованным местом на телевидении становится монтажный цех. Современные технологии позволяют, если потребуется, за несколько минут смонтировать и отправить в эфир материал с колёс, когда корреспондент возвращается со съёмок перед самым эфиром. Лёгкость и скорость нам подарил цифровой монтаж. Это сегодня корреспондент заходит в монтажку налегке с одним листочком. Ещё в начале двухтысячных несли по две-три кассеты. Запись производилась с одного магнитофона на другой в режиме реального времени. Валентина Рубинских и Татьяна Полякова собирают сюжеты уже четверть века. Застали разные технологии, но пришло время, и монтажный пульт сменили на клавиатуру. Начинали ещё монтаж, который нельзя было назвать монтажом, а просто видеозапись записали, показали. Ну и потом новая техника пришла и начали что-то клеить, резать. Рулоны, естественно, тяжеленные, до 10 килограммов, 80 килограммов рулончики на ногах стоя. Я всё это одну плёночку поставил, быстренько смонтировал кусочек, отмотали опять на начало эти рулоны по часу, по полтора. Следующий рулон, и целый день мы с этими рулончиками, зато такие стройные были. Современное телевидение таких трудностей не испытывает. Компьютерная графика позволяет просто объяснить сложные вещи или показать то, что трудно передать с помощью видео. А иногда графика – это просто украшение эфира. С появлением компьютеров и всемирной паутины новости перестали быть прерогативой телевидения. Многие предпочитают быть в курсе событий, используя интернет. Тягаться с информагентствами по оперативности сложно, но у теленовостей есть свои преимущества. Сегодня телевизионный сигнал покрывает большую часть территории нашей огромной страны, Российской Федерации. И несмотря, может быть, на хорошее качество, даже быстрый интернет, все-таки он не может попасть в каждую глубинку и, соответственно, донести до любого читателя, зрителя какую-либо информацию. Интернет несет, по сути, никакой ответственности за выданную им информацию. Как принято говорить, да, это большая помойка, и не каждый, попадая в эту помойку, может в ней разобраться, да, и отделить зерна от плевен. А телевидение все-таки несет ответственность за выданную информацию, те же новости, да. Все вы видите ведущих, которые доносят до вас эту информацию, все вы видите журналистов, которые пишут для вас материалы, сюжеты и так далее. Поэтому я думаю, что степень доверия к телевидению гораздо выше, чем к интернету сегодня. И интернету очень немало времени понадобится, чтобы это доверие завоевать. Мы в эфире. Вести Хакасия на телеканале Россия. Я Елена Крылова. Здравствуйте. И в начале главные новости сегодняшнего дня. Так прошел еще один день на студии ГТРК Хакасия. Каким он был? Вполне обычным. Как всегда, мы искали интересную информацию, договаривались с людьми о съемках, снимали, писали и делали сюжеты. Чтобы вечером в 19.40 вы не пожалели, что 20 минут провели возле телевизора вместе с программой «Вести Хакасия». И это были все новости на сегодня. Смотрите нас завтра. Нам будет о чем рассказать. Это программа «Вести Хакасия». События недели. И мы продолжаем. В среду бывшие шахтеры Черногорска вновь напомнили о себе. Они начали бессрочную голодовку, требуя полного погашения долгов, которые остались за обанкротившимися предприятиями. В акции протеста участвуют всего 12 человек, в то время как другие, несколько сотен шахтеров, отказались в ней участвовать. И похоже, как выяснила Марина Конодакова, дело здесь не только в том, что остальные не хотят сидеть на голодном пайке. Дом на Товарной 48 второй раз становится эпицентром протеста. На первый раз эти шахтеры, объединившиеся в организацию «Шахтерская слава», сели на голодовку осенью, чем вынудили власти найти им бесплатный уголь. Спустя месяцы, и по странному совпадению именно перед Сочинской Олимпиадой, настроение радикальной группы вновь обострилось. Теперь они требуют выплаты пособия, положенного при выходе на пенсию, так называемых 15%. У троих еще висит долг по зарплате. На голодовке были, нам же как сказали. В течение месяца решат все вопросы. Прошло сколько уже? Четыре месяца? Ничего. Вот поэтому опять мы задимся. Отдайте нам долги? Долги. И завтра никого тут не будет, даже вечером. Вот отдайте сегодня нам деньги, и все, и никто не будет даже ночевать здесь. Хотя в пристройке находится девять человек, лидер группы Валерий Каяво утверждает, голодуют еще пятеро, но у себя дома. Прийти сюда они не смогли по состоянию здоровья. Шахтеры отказались от еды, но не от питья, и планируют находиться здесь круглые сутки, пока их требования не будут исполнены. Мы требуем свои кровные заработанные. Мы требуем льготы, которые у нас были, почему у нас их отобрали. А почему ты лежишь? Вот вы пришли, вы спросили. А чего имени ты лежишь? Чего ты добиваешься? Себе лично или тем шахтерам, которые еще не получили деньги? Вот в чем вопрос. А это тоже шахтеры, бывшие работники Юнала, Енисейской шахты, Абаканская горная компания и других обанкротившихся предприятий. Только на голодовку люди садиться не собираются, хотя и не получили ни кобеки с долгов по зарплате. В отличие от того же Валерия Каяво, которому уже выплачено 100 тысяч рублей. Где вот солидарность? Они получили. А мы такие же шахтеры, которые в лаве проработали непосредственно по добыче угля. Это же тоже надо, ты уважай другого человека. Они не свои корыстные интересы только используют. Когда мы получили задолженность по зарплате, ну вы прикиньте, есть же положение. В первую очередь гасить задолженность по заработной плате. Про 15 это в последнюю очередь договорились. Нет, им надо, потому что люди получили все, они уже не знают чего. Работа по возврату долгов черногорским шахтерам началась два года назад. И именно по инициативе руководства региона. Республиканские власти добровольно взвалили на себя обязательство найти деньги. Причем взять их из бюджета нельзя, можно только попросить в качестве благотворительной помощи у угольных компаний. Далее средства распределяет Совет ветеранов, причем строго в порядке очереди. Сначала долги по зарплате, потом по компенсациям. За прошедшее время удалось выплатить 40 миллионов рублей, осталось найти еще столько же. Но своей голодовкой группа Каявы грозит подорвать доверие ко всем шахтерам Черногорска, уверены в Совете ветеранов. Угольные компании, они же тоже смотрят интернет. У меня было в Теркоме, в Федерии правительства говорили, что уже косо смотрят на шахтеров Кааси, которым дают деньги, и они еще бузят. И плюс профсоюзы деньги не выдают, которые замыли. Вот прикиньте, какое отношение. Не поддерживая участников голодовки, Совет ветеранов ставит другой вопрос. Необходимо закрыть долг по зарплате для оставшихся 600 человек. Увы, когда будут деньги, до сих пор неясно. Хотя в правительстве убеждают, работа по поиску средств не прекращается. Вопреки предположениям о том, что в России продавать красивые или так называемые блатные госномера на авто не будут, законопроект, который устанавливает такую возможность, в Госдуме все-таки готовится ко второму чтению. Об этом вновь заговорили на этой неделе. И эту информацию нам подтвердили в Республиканском управлении госавтоинспекции. Планируется, скажем, где-то в ближайший, наверное, год-полтора. Этот законопроект обсуждается сейчас во втором чтении в Государственной Думе, где предусмотрено, что гражданин будет иметь возможность самостоятельно выбирать буквенно-цифровое обозначение того номерного знака, который будет ему присвоен при регистрации транспортного средства. В Госдуме ко второму чтению готовятся поправки в законопроект. Параллельно министерства и ведомства разрабатывают нормативные акты, в том числе по определению порядка организации проведения открытых аукционов по присвоению госномеров. Есть предложения, которые и не предполагают аукционных торгов. Предлагается, например, поделить автомобилистов на две группы. Кому все равно, какой номер, и им будет достаточно оплатить лишь обычную госпошлину. Ну а те, кто хотел бы купить себе красивый номер, поделят на четыре ценовые категории. От дешевых до самых дорогих с постарающимися цифрами и буквами. Сейчас, как говорят в ГАИ, номера присваиваются методом так называемой рулетки. Вводят в программный модуль данные владельца. В среднем на одном регистрационном пункте 150 номерных знаков в неделю. И, например, с первого по 150 определяет сама программа. К так называемым блатным номерам отношение особое. Их считают показателем определенного статуса и некоторых преференций со стороны стражей дорог. По-моему, немного, да. Но это не афишируется. Блатные номера, но они знают, кто их получает. Более такие красивые номера. Их меньше просто останавливают, меньше претензий предъявляют. Вот и все. Впрочем, далеко не у всех наблюдается стремление стать обладателем номера с определенным сочетанием цифр и букв. Я думаю, например, чем заметнее номер, тем чаще его будут останавливать. А мне все равно, мне кажется, это как-то... Не знаю, не в моем характере просто. По-детски? Да, по-детски. Выпендрешь. Мое личное мнение. А в каком смысле? Ну, человек хочет как-то выделиться, как татуировка на теле, как какие-то прибамбасы на машине делают. Так же номера ему, вот я какой крутой личный, что такое. Кстати, в некоторых странах продажа номерных знаков дело обычное. В Объединенных Арабских Эмиратах один из них был продан за 14 миллионов долларов. А в Великобритании известный россиянин Роман Абрамович приобрел номер ВИП-1 за 285 тысяч фунтов стерлингов. Наибольшая концентрация непростых номеров в России чаще всего наблюдается на стоянках бюджетных организаций. Если речь пойдет о продаже таких номеров, то за чей счет будут приобретать чиновникам полюбившуюся им комбинацию цифр? Ведь цена, тем более если с аукциона, может измеряться десятками, если не сотнями тысяч рублей. Есть предположение, что после того, как закон примут, цена очень уж красивого номера может быть сопоставима со стоимостью престижного авто. Это была программа Вести, Хакасия, События недели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok